готовлю малосольные огурцы быстро засоленные молодые огурчики огурцы должны быть для засолки короткоплодные обязательно желательно небольшие если вы хотите быстро сделать малосольные огурцы то разрезайте их пополам и на следующий день они будут готовы если вы не очень торопитесь то можно оставить огурчики целиком я маленькие сделаю целиком а большие разрежу вот так вот помещаю огурцы когда выложил первый слой добавляю укроп затем чеснок обратите внимание чеснок я режу молодой прямо с кожицы продолжаю наполнять банку в качестве дополнительной приправы можно использовать листья хрена они придадут очень хороший вкусный аромат либо листья крыжовника или смородины ну все я банку наполнил в конце выкладываю укроп еще чеснок и быстренько подготовлю рассол которым буду заливать я высыпаю соль две чайные ложки с горкой затем чуть-чуть душистого перца чуть-чуть перца черного используйте крупную соль потому что мелко может чуть-чуть горчить ну и вообще в заготовках всегда я использую только крупную соль добавляю чуть-чуть кипятка для того чтобы просто у меня растворилась соль чем теплее будет рассол тем быстрее просолится ваши огурцы теперь я добавляю холодную воду и заливаю ей огурчики ну вот я залил рассолом закрываю банку и помещаю в холодильник при такой нарезке вот эти огурцы и при таком количестве соли уже будут готовы завтрак вечером малосольная семга готовится в несколько этапов удаляем кости я удаляю кости специальным пинцетом щипцами если у вас не оказалось их дома можно заменить обычными маленькими плоскогубцами теперь нарезаю под углом пластинками и складываю в посуду ширина кусочков примерно около 8 миллиметров добавляю соль на это количество здесь примерно около 300 грамм я добавляю две щепотки сахар одну щепотку водка усиливает вкус во первых а во вторых рыба не меняет свой прелестный красивый цвет и финальным действием будет свежий укроп теперь аккуратно перемешиваю выкладываю семгу в банку укроп я разломал крупно потому что мы его завтра удалим почему я удалять буду завтра укроп потому что все запахи и витамины рыба уже впитает за ночь теперь добавляю немного растительного масла закрываю банку и убираю в холодильник хранится такая семга может около одного месяца малосольные томаты с перцем чили я буду делать полутора литровую банку томатов поэтому мне понадобится две столовые ложки соли все свои заготовки я готовлю только с крупной солью затем душистый перец перец черный горошком и чуть-чуть горячей воды чтобы у меня растворилась соль перемешиваю затем добавляю обычную воду комнатной температуры вот так ну все рассол готов я убираю в сторону и начинаю наполнять свою полутора литровую банку естественно заранее она стерилизована то есть постояла у меня на пару около 10-15 минут томаты если вы хотите уже завтра попробовать свои малосольные томаты то их нужно обязательно разрезать добавляю надрезанный один перчик чили молодой чеснок обязательно молодой чеснок потому что он более ароматный прямо с кожицы бросает укроп и опять томатом опять надрезанный чили укроп и чеснок все последний томат чеснок зеленый чили и зеленый укроп наливаю свой рассол наливаю до самого верха чтобы все томаты были покрыты рассол закрываю банку ну вот посмотрите мы очень быстро приготовили малосольные томаты с перцем чили сейчас их надо убрать в холодильник и уже на следующий день можно будет есть хранятся они таком состоянии томаты до двух недель малосольный молодой чеснок вот такой вот у меня молодой чеснок что я делаю я нарезаю вот такими вот палочками лишнее удаляю и сразу же помещаю заранее стеризованную банку 15 минут я держал на пару аккуратно красиво чтобы это было с одной стороны чеснок с другой стороны я наполню различной свежей зеленью это укроп это листья смородины принципе та зелень которую я постоянно использую для засолки укроп вот такой вот еще у меня чеснок есть его тоже туда теперь петрушка теперь я сделаю рассол на эту банку мне достаточно будет 3 чайные ложки соли с горкой добавим теплой воды или горячей для того чтобы растворить соль если соль не растворится ничего страшного пока банка ваша постоит комнатной температуре буквально в течение двух-трех часов она вся растворится теперь для аромата я добавлю черный перец горошком около 12 горошин красный перец розе чисто для красоты и маленькую изюминку это около десяти ягод можжевельника можжевеловых ягод заливаю водой закрываю крышкой после того как вы закрыли крышку пожалуйста оставьте на три часа при комнатной температуре чтобы растворилась соль а затем уберите в холодильник для дальнейшего хранения хранится в таком состоянии они могут до одного месяца приготовлю малосольную соломку из свежего кабачка молодой кабачок свежий лимон свежий молодой чеснок веточки вот такие смородины укроп ну и лист хрена у меня здесь еще есть вот для начала я нарежу кабачок затем можно разрезать пополам и воспользуюсь вот такой вот теркой который в принципе у вас мне кажется у каждого есть вот желательно готовить заготовку из кабачка без семечек теперь я возьму банку сегодня у меня вот такая литровая баночка я ее заранее стерилизовал 15 минут выкладываем туда все свои травы и специи для того чтобы сделать ароматными вкусным наши кабачки чеснок заметьте я его не чищу я просто надрезаю укроп теперь можно добавить кабачок если бы мы мариновали то можно было нарезать вот такой соломкой но мы бы тогда не выкладывали сюда зелень мы бы ее поместили в маринад подержали там удалили и потом залили бы в банку но так как мы сегодня делаем малосольную соломку то она должна быть крупней чтобы потом вам удобнее было доставать его из банки все выкладываю в банку теперь что я сделал я добавлю половинку сока лимона если у вас там упадет косточка абсолютно ничего страшного можно даже положить так пару кусочков для цвета для аромата так все теперь я добавляю еще чуть-чуть чеснока и других трав вот теперь черный перец горошком так как мы делаем малосольную мы заливаем прохладным рассолом поэтому перца можно побольше я добавляю где-то около 15 зернышек вот в такой миске я разведу соль на такую банку она литровая если мы хотим завтра уже есть тут добавляю две столовые ложки соли горячей воды чтобы размешать вот и заливаю абсолютно ничего страшного если соль не растворилась она буквально через час-полтора раствориться сама в банке добавляю обычной холодной воды если мы оставим его сейчас при комнатной температуре буквально на два-три часа он уже просолится будет уже готов но если вы не торопитесь хотите его съесть завтра или послезавтра то сразу же убирайте в холодильник хранятся такие кабачки до двух недель и и Редактор субтитров А.Семкин